Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передачи «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлый вторник мы начали беседу об удивительном человеке, о нашем современнике, который жил относительно недавно, не так далеко от нас, о владыке Антонии. Начали мы разговор с представителями фонда, благотворительного фонда «Наследие митрополита Антония», который на данный момент у нас сейчас в гостях в Самаре. И решили сегодня продолжить разговор с ними, продолжить о крайне насущной, крайне важной теме, теме христианского служения. Сегодня у нас в гостях президент фонда Елена Юрьевна Садовникова и Татьяна Семчишина, медсестра и волонтер фонда. Здравствуйте. Здравствуйте. Вновь, конечно, мы не осветили и малые толики, наверное, и вообще 0,10% того масштаба личности владыки Антония. Но вот мы сегодня попробуем уточнять уже через какие-то его слова, через какие-то его призывы. Очертим его, да, может быть, широкими мазками, но нарисуем его портрет. Итак, ну, оттолкнемся от того, что ваш фонд называется благотворительным. И буквально вот на конференции мы слышали о том, что при этом конкретным такими вот вещами, с которыми ассоциируется благотворительность, фонд как будто бы не занимается. То есть нет такого целенаправленного окормления наркозависимых и так далее, и так далее. То есть волонтеры фонда, если они есть, то они несут свое служение каждой по отдельности, не, может быть, примыкая к какому-то уставу именно благотворительного фонда. Давайте мы вот прежде чем говорить о служении, скажем, почему ваш фонд называется благотворительным. А потом уже, я надеюсь, мы кратко перейдем, вернее, не кратко, а тезисно обозначим, что есть христианское служение и примеры его. Ну, наш фонд все-таки позиционирует себя благотворительным, потому что задача фонда – это служить людям. И мы называемся так, в общем, достаточно громко, духовное наследие митрополита Антония. Конечно, не дерзая считать себя носителями такого высокого духа митрополита Антония, но стараемся, выполняя свою какую-то уставную деятельность, публикуя книги, собирая архив митрополита Антония, проводя конференции, прикоснуться к сокровищнице духа, к сокровищнице той духовной жизни, которой жил сам Владыков, которую верил, о которой писал и которую воспитывал своих подопечных. И, конечно, очень сильной такой чертой митрополита Антония было и есть сознание служения. Это человек, который отдал свою душу на то, чтобы питать голодных. И вот это понятие служения, вот это вот ощущение ценности жизни, которую можно принести в служение другим людям, оно как-то в нашем обществе, честно говоря, не очень развито. Я не знаю, как вот в Самаре, но вот в Москве нам приходится с этим сталкиваться. Конечно, не во всех приходах, но часто это бывает. И то, что мы слышим со всех сторон, вот этот вот призыв жизни, там, служи себе, там, развивай себя, делай карьеру, там, еще что-то такое, все это, конечно, очень хорошо, это все правильно, но для чего? И удивительное в наследии владыки и вообще в русской эмиграции XX века – это сознание радости, привилегии того, что жизнь может быть посвящена служению. Так что одна из наших существенных целей – это и самим служить, и передать вот это отношение к служению, как к радости, к привилегии, к необходимости, к естественной необходимости человеческой жизни для того, чтобы ее наполнить смыслом, является служение. Я вас слушаю, и я каждый раз, когда, кстати говоря, читаю «Владыку Антония», всегда удивлялся тому, что у него не два, то есть у него не двоичная логика, не два варианта, всегда какой-то третий находится. Вот даже на благотворение мы сейчас находим некий третий выход, потому что действительно с благотворительностью у нас очень четко ассоциируется уход за телом. А сейчас людям надо возвращать смыслы, сейчас людям нужно возвращать затертые смыслы слов, которые мы употребляем, смыслы слова «любовь», «дружба», «служение» тоже самое, «вера». Эти смыслы затерты, и от того, что эти смыслы затерты, люди, может быть, потому в такой какой-то невероятной тоске пребывают, экзистенциальном одиночестве. Будем употреблять язык Жанна Поля, нашего Невосвятых Отца Сартра. Мне хочется к Татьяне Михайловне в связи с этим обратиться, потому что у Федора в прошлый раз мы спросили, как вообще, какова была его первая встреча. А тоже, если можно вспомнить первую встречу с Владыкой, через книги ли это было, лично ли это было, отголоском ли каким-то. И в связи с тем, что вы волонтер, и что мы говорим сегодня о служении, как это подтолкнуло к служению, вот выйти на какое-то служение? — Честно говоря, я не помню своей первой встречи с Владыкой, потому что в какой-то момент уже нахождения в церкви и какой-то сознательной церковной жизни получилось так, что о Владыке я узнала. С большой вероятностью это было от кого-то из моих друзей или, может быть, от духовника, который дал прочесть книги. Но однозначно это было, скорее всего, через книги или через видеозаписи. Владыка еще был тогда жив. Но когда я отвечаю на вопрос о встрече, у меня всегда есть ощущение, что встреча есть. Она и была, и есть. Потому что слово Владыки настолько живо. И, наверное, одним из самых ярких впечатлений и ощущений от его текстов было и продолжает быть то, что христианство не что-то архаичное, а христианство — это про жизнь. И это было настолько пронзительным и удивительным, хотя к тому времени, когда я впервые познакомилась с его текстами, какое-то время я уже в церкви находилась, и это продолжает меня удивлять, потрясать и вызывает желание быть частью этого, приобщаться и действительно быть не просто христианином номинально, но, по крайней мере, постараться быть христианином по сути. Мы вчера на конференции коснулись очень важной вещи — того, что подлинный настоящий пастырь, подлинный настоящий апостол, мы Владыку уже назвали апостолом любви, он не аккумулирует, не стягивает на себя внимание людей, а является таким вот, условно говоря, проводником, неким сталкером в мир. Божественного света, мир божественной любви, и Владыка Антоний именно таким сталкером был. Собственно, тот факт, что его вроде бы сейчас телесно с нами нету, но он все равно соприсутствует, именно соприсутствует тем, что продолжается его служение, он какие-то важные импульсы дал. И вот в связи с этим вопрос, как он вообще определял служение, что это такое, и какие вот он, не знаю, сущностные характеристики давал этого служения, потому что, опять же, у нас вот сейчас слушают люди, может быть, кто-то раз заразился каким-то вот красотой слога, слова, вот, а практически не понимают, что это значит, служение. Ну, тут, пожалуй, можно отметить два основных момента. Во-первых, то, что Владыка говорил о том, что Бог не спросит тебя, был ли ты апостолом Павлом или апостолом Петром, а что спросит, был ли ты Петий? Прекрасно. И, конечно, ну, еще он цитировал святых отцов, ну, как всегда, бесконечно его книги, можно сказать, просто цитатник, о том, что если молодой человек взлетел очень высоко, не забудь дернуть его за ноги, чтобы, а то ему будет высоко падать. Поэтому идея служения, она должна пронизывать, собственно, каждый шаг. Можно служить своим ближним, можно служить там маме, папе, детям, в конце концов. То есть, вот это служение, литургия после литургии, она должна пропитать... Прошу прощения для наших телезрителей, поясним, что слово литургия переводится как общее дело. Служение всей церкви. Да. Она должна пропитать просто каждый шаг своей жизни. И он, естественно, все... То есть, я не знаю, насколько это естественно, но должно быть у цельного человека. Показывал это на собственном примере. И когда там митрополит служит, вот служит каждому, смотрит на каждого человека, как будто он единственный вообще на земле, то невольно так к нему пристраиваешься, как эта лодочка к большому кораблю, так цепляешься. И, наверное, это, пожалуй, один из основных принципов. Он умел сделать служение действительно праздником. Вот это очень важный момент. Вот я как раз очень хотел, чтобы мы и в том числе и эту сторону служения обсудили. Потому что обычно служение у нас ассоциируется с некой повинностью, которую... Там в армии, когда ты два года отбываешь повинность или еще что-то такое, вот со словом служения, оно почему-то приобрело отрицательную коннотацию. Вот. А мне очень понравилось, и, может быть, вы как раз расскажете еще раз ее, эту историю с бабушкой. Вот. Когда бабушка с морковкой и луком вошла к владыке. Да, я совершенно согласна с вами, что служение у нас должно быть, ну, знаете, в искуплении грехов. Буду оттирать грязный пол или буду ходить к больным, хотя они мне противны. Но у каждого служение на своем месте. И оно не должно быть против чего-то, борьбой с чем-то. Ну, я так говорю, не должно быть. Но на личном опыте мне это вот оказалось очень убедительным. А что рассказывал владыка, и этот опыт мне хотелось бы очень взять на вооружение. Это то, что ему гораздо легче растить хорошее, чем бороться против чего-то. И, как пример, он рассказывал эпизод. Может быть, он его и придумал. Но то, что он действительно ходил в магазин, это правда. Как-то он возвращался из магазина к себе в собор, он жил при соборе в Каморке, и увидел, как в соседнем доме старушка наклонилась над мусорным баком и пыталась оттуда выковырять обрывки писем, чтобы узнать, что происходит у соседей. И он говорит, я просто изумился. Кругом весна, замечательное небо, птицы поют, сияет солнце. А тут, значит, человек нырнул в мусорный бак, и только ножки торчат. И он сравнил это с нашим отношением зачастую, что мы вот копаемся с какими-то ненужными обрывками. То, что уже все равно отомрет, вместо того, чтобы устремляться к небу. И мне очень понравилось вот ваше замечание, что всегда третий есть выход. И здесь Владыка тоже приводит очень запоминающийся образ, который может потом помочь педагогически. Это жука в стакане. Что мы зачастую вправо-влево бьемся об стенки, пытаясь выйти из ситуации, а когда надо возлететь вверх. Прекрасно. Вернемся к служению. Вернемся к служению, хотя хочется взять паузу, да, и хорошенько это обдумать, эту мысль. Перед нами вот две брошюры. Во-первых, скажем, что эти брошюры распространяются в качестве именно такого вот благотворения, бесплатно. Но они очень парадоксальные и очень такие вот, как опять же мы на конференции обсуждали, очень неуютные в названии. То есть такую брошюру очень сложно вручить человеку в том же хосписе или в онкологическом каком-нибудь отделении. Вот Татьяна Михайловна несет, мы знаем, на передовой это служение. Она там пребывает, и она часто общается. Татьяна Михайловна, расскажите нам, во-первых, и о брошюрах, о том, может быть, каким образом, что именно там подчеркивается самим владыкой, и как эти, может быть, вот вещи помогают вам в вашем служении, медсестры, и в совершенно очень таком, ну, трудном, трудном отделении, да, насколько я понимаю, онкогематологическое отделение. Да, отделение реанимации в онкогематологическом центре. Это всегда очень сложно видеть, тем более сложно видеть, когда болеют и страдают дети, вот, от тех же болезней. Вот вам слово. Эти две брошюры, они являются частью серии, брошюр сейчас уже семь. Брошюры содержат тексты владыки Антония, которые раньше не издавались, они были переведены специально для того, чтобы издать эти брошюры. Нам показалось, как они возникли, что очень часто, сейчас информация доступна, и, конечно, книг много, и людей много знающих, и людей много желающих утешить, но человек, находящийся в трудной ситуации, ему бывает сложно не то, что купить книгу, просто взять книгу и прочесть, потому что у него нет времени и просто душевных и физических сил, если человек находится рядом с болеющим, или если человек горюет, или если человек переживает какие-то трудные экзистенциальные моменты и ставит себе вопросы. Поэтому мы такой вот формат предложили, две беседы, они небольшие, и это то, что можно дать человеку и оставить ему, что остается с ним. Потому что, как уже неоднократно отмечалось, тексты владыки удивительны тем, что каждый раз, возвращаясь к ним, открываешь что-то новое и подпитываешься чем-то новым. Довольно сложно, прочтя текст, сразу его весь усвоить, освоить, осознать, прожить, прочувствовать. И эти тексты, на мой взгляд, они целительны для всех, оказавшихся в этой ситуации. Если мы говорим, например, о моей работе, работе медсестры в отделении реанимации, они могут помочь не только родителю болеющего ребенка, но и нам, медицинскому персоналу, или волонтерам-священникам, опекающие эти же семьи и этих детей. Потому что, несомненно, вопросы о том, почему дети страдают, и насущные, актуальные вопросы, как конкретно я могу помочь, что значит сострадание. Как часто мы срываемся на какие-то бессмысленные попытки сказать, ну, ничего, все будет хорошо, хотя и сам родитель понимает, что может быть нехорошо, родители гораздо, и сам ребенок, если это ребенок уже в сознательном возрасте, он тонко чувствует какие-то перемены. И что значит по-настоящему быть с человеком, с человеком страдающим, с человеком болеющим, и не проходить за него этот путь, но помочь ему пройти свой путь просто с событием рядом. Я думаю, это одно из главных таких, ну, интенций, мыслей, которые есть у владыки о том, что по-настоящему значит сострадание, и каким образом, молчаливым присутствием мы по-настоящему можем быть с человеком и по-христиански ему помочь. В этом смысле вот вчера был прекрасный фрагмент, один из моих самых любимых фрагментов, когда он рассказывает, как он помогал солдатику, умирающему во время вот как раз войны, когда, значит, владыка, будучи еще хирургом, вошел к нему в палату, и умирает 25-летний молодой человек, который в жизни ты еще не видел, и горюет он как раз именно от того, что где-то там далеко остается его жена, его ребенок, и что здесь он очень далеко от них, умирает в абсолютном одиночестве, вдали от них, не боясь смерти, но боясь вот этого именно состояния покинутости, оставленности, и как потрясающее, трогательно и тонко чувствуя, владыка разделил с ним этот путь до рождения в вечности, в вечность, когда, значит, ты не умрешь, вернее, ты умрешь, но ты не будешь одинок, я буду сидеть здесь столько, сколько нужно, ну даже если вы будете сидеть, в какой-то момент я потеряю из вида ваше лицо, и потеряю ощущение, что со мной кто-то есть, все равно умру одиноким, нет, я возьму тебя за руку, ты будешь рассказывать абсолютно все, что ты хочешь рассказать, о жене, о детях, о своем доме, о том, как строилась твоя жизнь там, за вот этим линией фронта, когда ты перестанешь говорить, ты устанешь говорить, ты замолчишь, и будешь держать меня за руку, потом в какой-то момент ты почувствуешь, что у тебя нет сил уже держать за руку, и будешь чувствовать только то, как я сжимаю твою руку, потом в какой-то момент я почувствую, что похолодела и твоя рука, и я ее просто отпущу, но до последнего минуты, до последней секунды ты будешь чувствовать, что я был рядом с тобой, и ты не был одинок. Это потрясающий пример христианского служения, Того служения, которое мы, кстати говоря, совершенно сейчас не наблюдаем в современной церкви, где первый вопрос человека, даже входящего и хотящего помогать, может быть, при церкви, не говоря уже о внешнем мире, первый вопрос, сколько вы мне будете платить. Вот в этой связи мне, кстати, порадовал пример того, как была организована жизнь в общине, что там никто ни за что не получал, что у самого митрополита как-то удивительным образом была организована структура. У митрополита, это вот для наших людей, чтобы вы понимали, это губернатор области, это человек высокого ранга, администратор, у него совершенно не было аппарата. Вот можно немножко об этом рассказать, потому что это удивительная история. Я вчера слушал, и ты просто умилялся этому. Вы знаете, для меня это остается загадкой. Мне всегда, как человек с естественно-научным образованием, хочется проанализировать, сделать выводы, подвести теорию. Но для меня все время остается загадкой. Я даже всех спрашивала, как же это так, как можно построить структуру без структуры. Но здесь вот можно только такие наметки. Вот Владыка определяет церковь как богочеловеческое общество, в котором первый член Господь Иисус Христос, действующая сила Святой Дух, и по приобщению мы все дети Бога Отца. Я хочу обратить внимание, действующая сила Святой Дух. Но насколько надо доверять Святому Духу, чтобы действительно в приходе в соборе, в храме не было людей, которые получают зарплату, включая певчих, тот, кто убирает храм, бухгалтера, юриста, архитектора. Все считали, что они приносят свой труд Богу. При этом, мне кажется, что Владыка использовал то, что я неблагочестиво называю прием Томаса Сойера. Если помните, то Сойера там красил забор, причем он это делал с таким удовольствием, что там стояла очередь, чтобы подержать кисточку. И когда мы были в приходе, у меня действительно было такое ощущение, что мы стоим в очереди подержать кисточку, вот только чтобы служить. И благодаря вот этой благой воле ни за кем не надо было следить. Но мы не знаем вот всего того, что стоит за этим. Владыка немножко приоткрывает, мне кажется, в беседах, когда он рассказывает об опыте Силуана Афонского. К нему пришел, он окормлял там какое-то количество работников на Афоне, и его спросили его насельники монастыря, и говорят, почему те работники, за которыми мы следим, не работают, а твои, мол, все как бы выполняют, а ты за ними не смотришь. А он говорит, да понимаете, я посмотрю на них, подумаю, что они могут сделать, дам им каждому свою работу, потом ухожу в свою келью и молюсь. Вот, Господи, Николай, он приехал из далекой России, пришел, потому что голод, оставив молодую жену, месячного ребенка. Он не имеет писать. Ну и, в общем, лучше прочитать Владыку об этом. И я его ввожу в глубины Божии. Вот. Такое подозрение, что, наверное, Владыка молился. Наверняка. Мне очень жаль, что сегодня заканчивается наша передача. Я бы хотел бы говорить и говорить. Для наших телезрителей единственное, вот я сейчас мне попалась в поле зрения цитата, которую произнес отец митрополита Антония. И с этой цитата мы вас провожаем, дорогие наши телезрители. Жив ты или мертв не имеет значения. Важно, ради чего ты живешь и ради чего ты готов умереть. Митрополит Антоний, спасибо вам, дорогие друзья, что были сегодня с нами. С вами увидимся в следующей передаче. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин